Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня наш выпуск необычный, мы его проведем из сада одной из наших подписчиц. Она попросила нас приехать в гости для того, чтобы получить рекомендации по уходу и решению тех проблем, которые видит она сама и которые здесь увидим мы. Пойдемте! Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Наталья. Мы рады встрече с вами. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Пойдемте все вместе. Наталья, скажите, сколько вашему саду лет? Ну, лет 10 моему саду. А вы его закладывали здесь? Здесь уже был какой-то сад до этого или это было чистое поле? Здесь был ровный, простой участок, сада никакого не было, нам пришлось самостоятельно все покупать, сажать на свое смотреть. И у соседей точно такая же ситуация, то есть никакого обременения инфекционным фоном здесь не было? Вы пришли... Здесь было ровное поле, на котором выдали участки всем людям, колхозное поле, и люди начали строить дома, строить... Сады, да, здорово. Сажать сады, да. А скажите, вот ваш сад, он в большей степени для потребления что-то в пищу выращивать или все-таки для красоты? Нет, он декоративный. Декоративный для красоты. А где вы берете посадочный материал, насколько он надежен? В основном мы приобретаем все растения в интернет-магазине про цветка. То есть можно сказать, что вот этот весь ассортимент и сорта, и посадочный материал... Он почти что весь, абсолютно весь, на 90%. Хорошо, давайте посмотрим дальше. У входа нас встречает замечательная композиция из гортензии крупнолистной, из розы вот такого традиционного, хорошо пахнущего, очень сильно пахнущего сорта. Мандерфастнахт, она считается из лиловых роз, одна из первенцев, которые начали группу растений с таким цветом цветков. И несколько хвойников, туя, а также кипарисовик. Но, к сожалению, могу сказать, что кипарисовик здесь почти не виден. Вот этот крупный куст розы его буквально закрыл. Поэтому что-то здесь, конечно, нужно сделать. Или убрать отсюда розу, если здесь хочется иметь розу, то посадить какой-то почвопокровный сорт, ну или какой-то более карликовый. Либо же отсюда можно убрать этот кипарисовик, очень красивый, сизого цвета, для того, чтобы посадить его на каком-то более видном месте. Из-за того, что композиция немножко затенена, вот вторая розочка, которая здесь находится под вот этой главной, она немножко болеет. И болеет она ничем иным, как марсонии. Конечно, необходимо провести мероприятие по защите растений. У нас на канале есть рекомендации относительно борьбы с марсонией. Нужно сделать обработки хотя бы месяц держащими препаратами бордовской жидкостью, которая хорошо держится на листьях препаратом азофоз. И, конечно, необходимо в течение всего периода времени проводить мероприятие по укреплению иммунитета, фитоиммунитета этих растений. У нас тоже есть ролики на канале про цветок, посвященные этому. Это использование и салициловой кислоты, это использование препарата Максимун и других иммуностимуляторов. Фронтальная большего масштаба композиция возле дома поражает многообразием растений, которые здесь имеются. Основу этой композиции также составляют хвойные растения. Это различные кипарисовики с сизой и зеленой хвоей, китайский можжевельник, можжевельник скальный. Правда, я бы его вынес на более солнечное место, поскольку он предпочитает все-таки яркие солнечные места и более бедные почвы. Также имеется калина, туи различные, штамбовая роза. Все это подбито довольно интересным разнообразием низких георгин. Имеется здесь также лаванда, гортензия, ну и немножко многолетников в виде лилеников и прочих растений. В целом композиция выглядит довольно устойчивой, хотя на мой вкус она немного густовата. Я бы ее немного разрядил. Но это, как говорится, дело вкуса. Возможно, по мере того, как растения будут разрастаться, не будут сюда высаживаться георгины, будут высаживаться в меньшем количестве. Таким образом будет формироваться пространство, которое будет занимать вот эти разрастающиеся многолетние растения. В целом композиция мне нравится, вполне хорошая, устойчивая, функциональная. Скажите, пожалуйста, вот как вы сами находите эту композицию? Она вам нравится или что-то такое вам, например, хочется здесь поменять? Поменять, наверное, всегда есть желание что-либо. Вообще меня интересует состояние пихты, которая вот в углу. Да, здесь находится внутри пихта. И она, конечно, находится в угнетенном состоянии. Ближайшее рассмотрение этой пихты показало, что она поражена таким достаточно широко распространенным заболеванием хвойных растений, как шутте. Хвойные сейчас очень широко распространены и очень популярны у садоводов-любителей. Разумеется, что при такой плотности посадки хвойных растений, имеется в виду не только этот участок, но в целом весь поселок, будут распространяться и заболевания. У шутта имеются достаточно ярко выраженные признаки, такие как вот такой белый налет, черные точечки могут встречаться. Хотя видов шутты много, они имеют разнообразие по проявлениям. Однако вот это достаточно типичная картина. Обратите внимание, что ветки покрыты лишайниками. Это тоже свидетельствует об угнетенном состоянии этого хвойника. А также лишайники здесь являются аккумуляторами спор грибов, других различных инфекций. Там зимуют некоторые вредители. Поэтому, конечно, обработки, направленные на борьбу с шутте, а также на общее оздоровление растений, решат и эту проблему. В углу этой композиции я заметил два растения, которые очень привлекли мое внимание. Первое, это, конечно же, ирга, моя любимица. Несмотря на то, что хозяйка сказала, что сад этот в основном декоративный, не предназначен для сбора ягод, вот здесь мы уже видим плодовые растения, которые дают очень-очень ценный урожай. Ягоды ирги очень помогают при многих заболеваниях, в том числе сердечных, против отеков, являются ценнейшим источником оттенцианов. Я посоветую хозяйке ухаживать, как следует за этим растением и защищать его от птиц, для того, чтобы хозяевам этого дома, этого хозяйства достался весь урожай. Второе растение, очень необычное, экзотическое, это клен пальматум, вот такой необычной формы, плакучей формы. Он привит на штамп и высажен в контейнер. Это правильно. Дело в том, что такие клены не зимуют у нас в условиях Республики Беларусь, поэтому его в контейнере после того, как будут первые заморозки и листва уже начнет отмирать, стоит поставить либо в холодный холл освещаемый, либо в прохладный подвал с температурой не выше 3 градусов тепла, чтобы не вызвать вегетацию в течение зимы и не потерять это растение. Клен этот очень удачно подбит бегонией клубневой, здесь для нее хорошие условия, достаточно влажно, тенисто, защищенное от ветра место. Она не болеет мучнистой росой, что указывает на то, что все уходные работы хозяйкой проводятся правильно. Довольно приятная композиция находится напротив той, о которой мы только что говорили и которую посещали. Она довольно интересная, потому что содержит пионы, которых мы еще не видели, еще хвойнички, вот такая вот мелкоцветковая роза и клематисы. Клематисы меня немного расстроили, они находятся в угнетенном состоянии и уже даже не подходя к ним, уже издалека я вижу, что проблема этих клематисов является широко, очень широко распространенное заболевание, которое называется вилт. К сожалению, это заболевание относится не только к клематисам, но и к пионам, которые здесь соседствуют. Вызывает это заболевание грипп вертицилум и у пиона это заболевание называется вертициллез. Соседство пиона с признаками вертициллеза и клематиса с признаками вилта говорит о том, что они обмениваются этой инфекцией. И нужно либо проводить очень жесткие мероприятия по защите и тех, и других от этих болезней, либо кого-то из них убирать, потому что кто-то заражает другого и бороться уже на расстоянии. В этом случае, возможно, вертициллез не придет на клематис. Скорее всего, он пришел сюда от взрослых пионов. Клематис здесь посажен молодой, был без признаков каких-либо заболеваний. Но на второй-третий год после посадки, к сожалению, угнетается. И одна за другой посадка дают аналогичный результат. Точно такую же картину мы увидели по клематису не только в этой зоне озеленения, но и в других местах на этом участке. Это свидетельствует о том, что инфекционный фон вертициллеза очень высокий и обязательно на всем участке необходимо провести мероприятие по защите от этого опасного заболевания. Препараты на основе сенной палочки, а также мульчирование почвы с добавлением препаратов триходермы в полной мере решит эту проблему. Но она может быть решена эффективно только тогда, когда все растения на участке будут подвергаться этим обработкам. Тоже касается и шуте, обилие хвойных растений на этом участке позволило широко распространиться шуте, этой опасной болезни хвойных. И вот на этой вот лиственнице мы также обнаружили признаки этого заболевания. Поэтому и все хвойные тоже должны быть обработаны. В весенний период необходимо обрабатывать раствором, который мы рекомендуем для искореняющей обработки, но разбавленным как минимум в два раза. Поскольку хвойные гораздо более чувствительны к крепким обжигающим растворам. Это же поможет и профилактике такого опасного заболевания, как ржавчина у груши, переносчиком которого является казацкий можжевельник. В течение летнего периода необходимо использовать препараты на основе меди, такие как бордоская жидкость, такие как азофос и другие. А также препараты для защиты плодового сада, широкого спектра действия. Например, раек или другие. Ими обрабатывать нужно не только плодовые растения, но и хвойные. Не забывайте, что хвойники точно так же страдают от болезней, как и плодовые растения, будь то смородина, крыжовник, яблоня, груша, вишня, черешня или кто-то еще. Они также требуют ухода, подкормки и защиты от болезней и вредителей. В одном из уголков сада я обнаружил целую коллекцию превосходнейших кал. Эти тропические растения довольно необычно смотрятся на цветниках нашей умеренной зоны. Однако все более и более популярны. Популярность они завоевывают благодаря разнообразию фактур цветка, листа, различной окраски, благодаря чему можно создать великолепные композиции из этих клубневых растений. Сохранять клубникал не сложнее, чем клубникан. Они выкапываются по осени, подсушиваются и хранятся в сухом, прохладном месте. Не допускается их полное высыхание. Поэтому присыпать небольшим количеством опилок, смоченных в препаратах триходермы или сеной палочки, будет очень и очень хорошо. Эти калы также могут высаживаться в горшки и переноситься на зимний период на подоконник. Это можно сделать в горшках, в ящиках и выставляться они должны на самые светлые подоконники, поскольку зимой света у нас в окнах не так уж и много. Однако перезимовывают они достаточно хорошо. При этом нужно помнить, что незадолго до высадки в открытый грунт им необходимо сделать период покоя. Нужно перестать их поливать, дождаться отмирания листьев и подержать их в таком состоянии примерно месяц. После чего клубни можно высаживать снова по весне, когда минут угрозы заморозков, в открытый грунт и наслаждаться их пышным и очень необычным цветением. В этом уголке замечательного сада прекрасно себя чувствует гортензия. Это уже крупный экземпляр с очень пышным цветением. Цветков соцветий вот этих больше, чем листьев. Выглядит она просто великолепно. Местоположение для этой гортензии было выбрано очень удачно. По соседству крупная туя, такая как зебра окрашенная, очень красивая. С этой стороны ива. Уголочек здесь довольно тенистый. Это как раз то, что любит эта гортензия. Участок не пересыхающий благодаря тенистому местоположению. Гортензия любит немножко избыточное увлажнение и совершенно не переносит засуху. В Беларуси у нас в целом кисловатые почвы, а гортензия в принципе предпочитает кисловатые почвы. Здесь хозяйкой не проводились мероприятия по нейтрализации кислотности, не вносились известковые удобрения. И это очень правильно. Тот немногочисленный опад фруктов, который формируется в таком буквально игрушечном плодовом саду, который я уже успел здесь заметить, он переносится сюда под гортензию. Яблочки эти груши немножко вкапываются сюда, они глубоко в грунт, что создает дополнительное и питание, и хороший микроклимат для развития корней. А также для формирования такой истребованной и ожидаемой пигментации на концах лепестков у этого сорта. Что ж, за эту гортензию хозяйку можно только похвалить. Чрезвычайно красивым мне показалось сочетание вот этой темно-бордовой бузины, очень красивые, очень эффектные листья, ажурные. Вот с такой же гортензией, которую мы только что видели. Яркий такой, насыщенный зеленый цвет листвы, белые соцветия, немножко розоватые. Очень хорошо контрастируют вот с этим ажуром, бордовым ажуром этой бузины. Их сочетание меня перевело действительно в настоящий восторг. Рекомендую, если оно вам тоже нравится, приобретайте такие же растения, делайте такую же композицию и украшайте свои тенистые и полутенистые уголки сада. Одной из проблем начинающих или не совсем опытных садоводов является не масштабирование растений при посадке. Они не очень понимают, какими будут растения, когда достигнут взрослого состояния. Вот здесь мы видим типичную картину, когда растения туи были маленькие, небольшенькие, были посажены по обе стороны дорожки, которой заканчивается лестница. И буквально на расстоянии 30 сантиметров от края дорожки были высажены туи. По крайней мере, года 3-4 назад это было действительно красиво. Это были два помпона шарика, которые очень красиво обрамляли эту дорожку. Однако же естественный рост туи привел к тому, что проход этот сузился. Конечно, ситуацию можно исправить. Можно просто постоянно подрезать здесь вот эту тую, формируя здесь зеленую стенку. Потому что когда дождь, когда мокро, тогда уже эти ветки туи касаются одежды, тела, и это некомфортно. А еще через пару лет здесь не будет и этого прохода. Поэтому, когда вы высаживаете маленькие растения, представьте себе, какими они будут во взрослом состоянии. В интернет-магазине про цветок для каждого растения дается его детальное описание, в том числе размер во взрослом состоянии. Не игнорируйте эту ситуацию, просматривайте ее. Для тех растений, которые вы предполагаете купить в этом интернет-магазине. Или для растений, которые вы приобретаете в других местах. Зайдите на портал процветок.ком и почитайте описание сортов. Тогда вы будете точно знать, что вы будете получать тогда, через несколько лет, когда растения достигнут своего взрослого состояния. И не будете думать, что же здесь делать. То ли выкопать эти тую с большим комом и отнести, что достаточно трудоемко. То ли обрезать здесь вот эти вот плоскости и немножко нарушить саму геометрию, естественную геометрию этих растений. Что ж, выбор оставим за хозяйкой. Иван, в этом году груши не дали плодов. Что с ними не так? Здесь типичная картина поражения ржавчиной. На нашем канале про цветок мы неоднократно уже касались темы ржавчины. Переносчиком ржавчины является казацкий можжевельник. И, конечно, вы не справитесь с этой проблемой, если все ваши соседи не будут одновременно бороться и на можжевельнике, обработкой можжевельников заниматься, и обработкой груш. Для того, чтобы груши не болели, нужно, конечно, проделывать и искореняющую обработку, и в течение вегетационного периода работать препаратами на основе меди, и такими препаратами, как райок, и другими. Но все-таки, в первую очередь, надо помнить об обработке казацкого можжевельника. Если это невозможно сделать, просто невозможно обрабатывать можжевельники, постарайтесь сами на своем участке избавиться от казацких можжевельников. И всех-всех-всех соседей, причем в большой округе, вот просто на улице и на соседних улицах, просто поговорите с обществом здесь, чтобы все избавились от казацких можжевельников. Сейчас на сегодняшний день есть можжевельник средний, можжевельник горизонтальный, можжевельник китайский, можжевельник скальный. А огромное видовое разнообразие можжевельников, которые в полной мере заменят и даже улучшат декоративное состояние тех участков, где были казацкие можжевельники. И в то же время они не являются переносчиками этой болезни. Поэтому такой вот у меня совет. На своем участке, даже если вы будете бороться, вы все равно не избавитесь от этой болезни, если вы не будете бороться вместе с соседями. Спасибо. Точно такая же картина наблюдается с кокомикозом вишни. Хоть здесь и нет очень большого поражения, однако же, если не предпринимать мер, то этот кокомикоз здесь будет разрастаться, разрастаться и в конце концов уничтожит эти красивые вишневые деревья. Проходя по участку, я заметил, что у соседей вишни находятся в гораздо более плачевном состоянии в отношении кокомикоза. Буду говорить как можно громче. Люди, Наталья, все, кто меня слышит, используйте красный раствор. Вот уже прямо сейчас используйте этот раствор, после того, как вы посмотрели этот ролик. При первой же возможности обработайте все-все ваши растения, и груши, и вишни, и смородину, и все обработайте этим красным раствором и розы, для того, чтобы сделать хорошую профилактику болезней на будущий год. Иван, я очень люблю флоксы разных видов, но всегда одна и та же проблема при выращивании этих растений. У меня они всегда поражаются ночнистой росой. Может быть, есть какие-то новые препараты, которые вы могли бы порекомендовать? Да, я вижу эту проблему здесь, и проходя по участку, тоже видел, что действительно флоксы поражены. И могу вам сказать следующее, что, конечно, в первую очередь флоксы любят свободное местоположение. Они должны продуваться воздухом, должны подсушиваться на поверхности листья. Если они находятся в таком окружении, если они не продуваются, не проветриваются, то даже обработки препаратами не помогут. Поэтому солнечное, хорошо продуваемое местоположение является одним из важных мер для профилактики этого заболевания. Здесь также на вот этой зоне имеется виноград. Конечно, мучнистая роса винограда, аидиум, и мучнистая роса флокса вызываются разными грибами. Однако вот такой сильный инфекционный фон мучнистой росы свидетельствует о том, что здесь созданы благоприятные условия для развития мучнистой росы в целом. Потому что и мучнистая роса, и на крыжовнике, и на смородине, и на флоксах, и на винограде, она вся любит примерно одни и те же условия. И хотя активного развития мучнистой росы на винограде я еще не вижу, это довольно молодой виноградник, Могу вам предсказать в будущем, что здесь, в этом месте, если вы не освободите вот эту вот часть для хорошей аэрации виноградника, мучнистая роса появится и здесь тоже. Поэтому первая моя рекомендация убрать этот флокс отсюда, убрать лилии и убрать пион. Вот если вы уберете три вот эти растения от винограда, то вы решите проблему и будущую проблему с виноградом, с развитием мучнистой росы, и проблему этих растений. На флоксах, да, мучнистая роса. На пионе, на кончиках листьев имеются коричневые пятнышки. Это тот самый вертицеллез, о котором мы уже говорили. Ну, на лилиях я, к счастью, пока не вижу никаких проблем, нет ни фузереза. Ну, чуть-чуть, вот там буквально кончик листочка чуть-чуть поражён, но поражение очень слабое. То есть, в принципе, лилия чувствует себя хорошо. Но всё-таки она является одним из факторов загущения и отсутствия проветривания. Что касается препаратов, то, конечно, с самой весны, как только флокс начинает отрастать, необходимо проводить обработки медь содержащими препаратами. Один из универсальных – бордосская смесь, бордосская жидкость. Мы не раз уже о ней говорили. Второй способ – это плёнкообразователи. Когда растения станут побольше, вы можете использовать мыльно-масляную эмульсию или обработку сывороткой. Также можно использовать все те способы, которые мы перечисляли для борьбы с мучнистой росой у крыжовника. У нас есть ролик, вы можете посмотреть, чтобы нам не повторяться. Ну и, конечно, такой препарат, как топаз, если говорить о химически синтезированных препаратах, тоже достаточно хорошо защищает флоксы. Я тоже очень большой любитель флоксов. Очень большой. И, как никто, знаю эту проблему. И вот если вы выполните эти условия, конечно, хорошие подкормки. Конечно, мульчирование мульчой с обработкой триходермой. Безусловно, всё, о чём я сказал, надо чередовать с внесением сенной палочки. Сенная палочка не боится мецодержащих препаратов. Вот триходерма, антогрипп, она боится. Поэтому по листу триходермы здесь работать не следует. А и виноград, и флоксы, и пионы стоит обрабатывать также препаратами на основе сенной палочки. Вот чередование всех этих способов поможет вам надолго забыть об этом и многих других заболеваниях. С хозяйкой участка мы забрели вот к этой замечательной рябине. Ягоды настолько вкусные. Ну, рябина сортовая, ещё никаких заморозков, конечно, в помине нету, август. Но плоды уже очень вкусные. Я просто ем, не могу остановиться. Ароматные, вкусные. Они превосходно подходят для приготовления домашнего уксуса. Однако и на рябине я заметил одну распространённую проблему плодовых растений. А именно манилиоз. Типичные поражения точно такие же, как характерны, например, для яблок. Поэтому, конечно, и рябина требует здесь ухода. И искореняющих обработок весной и осенью. И всего объёма профилактических мероприятий, направленных на избавление от этого заболевания. Стоит помнить, что манилиоз заселяется в завязи во время цветения. Поэтому перед цветением, до распуска цветков, растения должны быть обязательно обработаны. Покидая этот гостеприимный сад, я увидел ещё одну проблему. А именно, бактериальный ожог на растениях сирени. Для сирени это одна из наиболее часто встречающихся болезней и проблем, которая может привести к полной потере этого ценного декоративного растения. С бактериальным ожогом, кроме как биологическими средствами защиты, такими как бактоген, максимун, различными препаратами на основе сенной палочки, и побороться ничем другим просто невозможно. Но лучше всего не допустить это заболевание. Как же получилось, что эта сирень здесь заболела? И, между прочим, на некоторых других сиренях на этом участке, я тоже уже заметил признаки этой болезни. Растения эти являются ослабленными, с ослабленным иммунитетом. Поэтому болезнь сюда напала, а иммунитет у этих растений ослабился по причине неправильной посадки. К сожалению, при посадке яма была сделана слишком глубокой. И вместо того, чтобы посадить растения, вероятно, из контейнера, немножечко выше, как бы на холмике, того уровня, когда корневая шейка была на уровне с горшком, надо было посадить чуть-чуть выше. Хозяйка, вероятнее всего, заглубила корневую шейку, выкопала большую яму, поставила на дно ком, вот этот корней, который вынула из контейнера, и засыпала. Это хорошо видно, потому что здесь должна быть развилка видна. На две ветви было сформировано растение, однако эта развилка оказалась под землей. Многие плодовые растения и декоративные лиственные деревья, в отличие от хвойных, совершенно не переносят заглубление корневой шейки. Что ж, я могу здесь дать только такую рекомендацию. Выкопать это растение. Срок выкопки, пересадки и такой вот правки, посадки сирени, как раз сейчас наступил очень благоприятный, август месяц. Сейчас сирень надо сажать и высаживать, пересаживать. Поднять это растение вверх, до корневой шейки. Обязательно обработать препаратами бактоген и максимум. И тогда есть очень большой шанс, что это растение восстановится и будет очень-очень долго. А сирень, между прочим, является близким родственником оливы. Оливы славятся своей долговечностью. И сирень славится своей долговечностью. Будет очень долго радовать своих хозяев пышным цветением. Вот и пришло время прощаться с этим прекрасным садом и с нашей радушной хозяйкой. В подарок и в благодарный за то, что она пустила нас походить по своему саду, мы ей преподнесем большой подарок, который содержит ценные, действительно очень ценные средства для защиты растений. Это препараты стимул, это препарат бактоген, который ей очень пригодится для борьбы с целым комплексом болезней, которые мы здесь выявили. Это препарат еще один гулевер, который обладает и стимулирующим, и защитным действием. И это замечательный тоже белорусский такой препарат ПСК, ПФ Клерос, ПФ Калерос, который поможет в борьбе и с мучнистой росой, и с клещом, и с комплексом вредителей. Что ж, мы вам это все вручаем с большой радостью и с уверенностью, что с помощью этих препаратов от компании Процветок вы сможете побороть все эти проблемы, о которых, может, вы не знали полностью, что это такие проблемы, но теперь знаете. А кто проинформирован, тот вооружен, а у кого есть еще такие препараты, тот вооружен вдвойне. Вот, это вам. Спасибо вам большое и обещайтесь тоже. Спасибо огромное, мне очень приятно, она мне очень понравилась. Очень-очень понравилась. Так что я буду ехать с большим удовольствием отсюда и приятными впечатлениями. Спасибо большое. А с вами, зрители, мы ненадолго прощаемся. И до новых встреч на канале Процветок.